Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Коммунальные платежи собирают, а следить за домом не хотят. Управляющая компания предложила жильцам самостоятельно очистить крышу от сосулек. Вернулись из трехмесячной командировки в Северо-Кавказский регион. В Рязани встретили бойцов СОБРа. Выявлены два случая кори в регионе. Медики напомнили, как избежать опасного заболевания. Сохранить жизнь участникам дорожного движения школьники побывали в лаборатории безопасности. Жители города получили письма, в которых сказано, что сами должны сбивать сосульки, хотя по закону это обязанность управляющей компании. В ситуации разбирался Валерий Седов. За сосульки на крышах ответственны собственники квартир. Письмо с таким заявлением получили многие жители дома 32 по улице 8 марта. Как и во все Рязани на карнизах и крышах у них появилась наледь. Избивать ее никто не планирует. Пришло первое письмо, короче, администрации советского округа, короче говоря, о правовом правонарушении, короче говоря, то, что тут у нас на крыше снег, на крыше, короче говоря, сосульки. В первом письме говорилось о том, что собственник обязан явиться для составления протокола об административном правонарушении по факту снежных и ледяных наростов на карнизе и крыше здания. Следом пришло второе письмо. В нем общение было куда жестче. К примеру, было сказано, что если женщина сама не явится, то тогда в соответствии с кодексом об административных правонарушениях она будет подвергнута приводу. Вместе с дочерью они попробовали обратиться в управляющую компанию Арс. От нее хотели получить договор, в котором и должны быть прописаны обязанности сторон. Вот только здесь их ждал сюрприз. По одному адресу у них находится только, так скажем, паспортный стол, то есть там никто не выдает справки. Также у них была вывеска с телефоном. При этом я звонила по телефону, который находился на этом же объявлении. Ответил мне мужчина, не представившись, но получилось так, что он сказал, что я могу получить этот договор, ксерокопию вернее этого договора, на улице Горького 3. Мы попытались найти сегодня улицу Горького 3, мы ее так и не нашли. Алла добавила, что сейчас ни по одному номеру дозвониться нельзя. Даже мужчина, с которым она разговаривала, телефон отключил. Дозвониться до управляющей компании «Арс» попытались и мы, быть может сейчас номера их доступны. Номер не существует. Попробуем на другой номер. За крышами и карнизами должны следить управляющие компании или ТСЖ. Уверены юристы. Именно с них спрос про сосульки налить, а никак не с жильцов. Те же кровли и фасады и козырьки, бетонные над балконами или над входом в квартирные дома, они являются общим имуществом на квартирного дома. Мы регулярно платим, как потребители, за содержание жилья. Плюс правительством утвержден минимальный перечень работы услуг, необходимый для содержания на квартирном доме, куда в том числе входит уборка в зимний период именно от наледей, от сосулек, от снега. В том случае, если управляющая компания или ТСЖ свои обязанности не выполняет, то следует обращаться в суд. Правда, есть в таких ситуациях одно исключение. Другая сторона вопроса. Если кто-то сделал какие-то различные навесы, которые собирает соответствующий снег и оттуда образуются сосульки, не предусмотренные проектом дома, без согласования с различными структурами, это тогда совсем другая ситуация. Следить за сосульками и наледью на крышах при такой погоде необходимо, как никогда, говорят местные жители. Из-за потепления все это падает на тротуары. За минувшую неделю было зарегистрировано несколько случаев, когда глыбы льда падали на припаркованные машины и разбивали им лобовые стекла. В Касимове сосулька упала на человека. В настоящий момент ведется следствие. Следует отметить, что в случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, а также руководители организаций и учреждений, независимо от форм собственности. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. В Рязани выявлено два случая кори. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Если у человека был контакт с заболевшим, вероятность, что он тоже заразится, составляет 99%. Одно из самых опасных вирусных заболеваний – корь. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни составляет от 7 дней до 21. Все зависит от иммунной системы организма. Раньше считалось, что кори подвержены только дети, но вирус постоянно меняется, мутирует, и сейчас взрослые тоже могут пострадать от данной инфекции. При этом у них болезнь будет протекать тяжелее, чем у детей, хотя и у них симптомы крайне тяжелые. Классическая кори начинается остро, с высокого поднятия температуры до 38-39 градусов. Респираторными явлениями может проявляться конъюнктивитом. И, конечно же, это сыпь. Сыпь, которая характерна, особенности свои имеет. Появляется она поэтапно на теле и также поэтапно уходит. Всемирная организация здравоохранения поставила задачу к 2020 году избавиться от кори на территории Российской Федерации. И все получилось бы. Да вот только стало появляться все больше людей, которые отказываются от прививок. Как следствие, с 2010 года в Европе происходят постоянные вспышки заболевания. Появилась информация о том, что на Украине ситуация схожа. Да и в городах России все чаще стали выявлять кори. В Рязани, в общем, ситуация стабильная. В этом году были два заболевших. Но все они заразились на территории других городов, в частности, Владимира. В течение 72 часов пациентам и их родственникам сделали прививки, что и дало положительный результат. К сожалению, другой профилактики против этой болезни просто не существует. Национальный календарь прививок определяет людей и возрастные группы для обязательной иммунизации против кори. Это дети полутора лет и шести лет, то есть получают две прививки. И далее, поскольку со временем иммунитет утрачен был, и начали болеть более старшие возрастные группы, в национальный календарь были введены лица до 35 лет. И в последние два года, 16-го года, вот третий год, в национальный календарь включены лица до 55 лет. В основном это люди с определенным видом деятельности. Врачи, учителя, транспортные, торговые работники, представители сферы обслуживания. Также, если предстоит поездка в Европу, в качестве рекомендаций врачи настоятельно советуют сделать прививку от кори. Конечно, нет гарантии, что болезнь не настигнет тех, кто прошел иммунизацию. Но протекать она будет легче, а самое главное, не будет осложнений и летального исхода. Кори – это вирус, вирусом вызываемая инфекция. И, конечно, вирус способен поражать как сердечно-сосудистую, так и нервную систему. Поэтому самое сложное осложнение кори – это энцефалиты, менинг-энцефалиты. Конечно, это летальные исходы могут быть у непривитых лиц. В Рязани 95% населения прошли вакцинацию от кори. И, как говорят специалисты, при этом появился коллективный иммунитет. Поэтому даже когда в регион приезжают заболевшие, вирус не распространяется. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Офицеры Рязанского СОБРа вернулись из служебной командировки. На протяжении трех месяцев бойцы несли службу на территории Северо-Кавказского региона, где охраняли порядок и общественную безопасность. Они привыкли выполнять тактические задачи. Бойцы СОБРа вернулись из Северо-Кавказского региона. В командировке они пробыли 90 дней. Новый год встречали на боевом посту. А сейчас, наконец, смогли увидеть родных, которые за них так переживали. Естественно, жена, дочка, родители, близкие, друзья. Все звонили, все беспокоились, все узнавали, как дела, как проходит командировка. Их встречают с особым трепетом. Ведь за годы службы члены СОБРа становятся единым братством. Начальник управления лично обнимает каждого. Поручает благодарности президента России и нагрудные знаки за отличие в служебной деятельности. Ведь СОБР – это элита российской армии. Бойцы СОБР, они вообще универсальны во всем. То есть каждый боец СОБРа владеет любым видом оружия и техники, состоящей на вооружении Росгвардии. И этого мы добиваемся от своих бойцов, чтобы они умели уверенно владеть. Хотелось, наверное, мечта была еще служить в спецназе. Вот поэтому и выбрал эту профессию. Служил в милиции. Начал в милиции служить с простого патрульно-постового милиционера. Ну и в дальнейшем перевелся в СОБР. Так здесь до сих пор и служил. Просто не вижу себя, наверное, в другом месте. В этот раз выполняли типичную задачу по охране правопорядка. Действовали на территории города в северокавказском регионе, лесной и горной местности. Занимались проверкой территории в промышленной зоне и задержанием подозреваемых лиц. Все прошло тихо, спокойно, мирно, без стрельбы. Так что все, все живы, здоровы, все вернулись в полном составе на родную землю. Они привыкли действовать четко и быстро. Безупречная подготовка помогает бойцам СОБР выполнять любую задачу, поставленную руководством страны. Мария Рудая, Галин Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Онкологический регистр заработает с июля в России. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. Пишет РИА Новости. Ожидается, что регистр поможет отслеживать лечение пациентов от постановки диагноза до выздоровления. По словам Скворцовой, он станет дорожной картой ведения каждого больного. Регистр создадут в рамках нацпроекта здравоохранения. Проект лаборатории безопасности помогает сохранить жизнь юным и взрослым участникам дорожного движения. Он действует в Рязанской области уже год. Лаборатории уже посетили около 10 тысяч детей. На улицу, по которой мы с вами ходим каждый день, посмотрите, дома, машины, остановка. А это что такое? А скажите мне, пожалуйста, а для чего нам нужен пешеходный переход? Миниатюрная карта улицы носит название «Планшет-стол». На нем несколько пешеходных переходов, дороги, а также знаки. Это дети из отрядов юных инспекторов дорожного движения, для которых тема безопасности дорожного движения особенно актуальна. Дети в процессе открытого урока по безопасности сами повторили правила, изучили что-то новое, чтобы впоследствии рассказать об этом своим сверстникам. После небольшой лекции ученикам показывают обучающий фильм. Есть они по разным темам – пешеходный переход, светофоры и так далее. Как итог лекции – небольшой тест. За 2018 год лекции посетили свыше 10 тысяч детей и преподают в новой форме. А программы свои для каждого возраста. К нам приходят дети из соседних школ, а также наша лаборатория безопасности выезжает в школы города и области, всех районов области, для того, чтобы провести уроки по безопасности дорожного движения. Обучают людей разных возрастов, а для того, чтобы выезжать в область, есть специальная техника. Лаборатория безопасности – это не только лекционный зал, но и выездная машина, наполненная различным оборудованием. Велосипеды, самокаты, дорожные знаки и светофоры – все это уместилось в небольшом кузове лаборатории безопасности. Здесь теория всегда соседствует с практикой. Такие уроки, говорят преподаватели, дети запоминают очень хорошо. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Вот теперь с катастрофическими последствиями пришла на этой неделе в Рязань. В ряде домов старого жилого фонда начали течь крыши. Жители не могут отойти от тазиков, ведь наполняются они в течение часа. В нашу редакцию поступали звонки со всего города с просьбой помочь. Куда обращаться, если дома начался потоп, знает Валерий Седов. Вот отчетливо видно следы залития на потолке, вот три пятна. То есть вот отошли обои все, да, то есть вот их видно. И вот, и вот, получается, сдулась вот мебель, то есть вот здесь сбоку вот шкаф видно. И здесь вот тоже. То есть всю розетку залило, да, то есть вот она у нас розетка. Вот видите, следы подтеки, да, то есть оттуда вот прям текла вода. Вот все это вот. И здесь вот он полаз, как бы он весь мокрый. Вот видите, то есть видно, да, вот влагу. Квартиру Елены затопило 3 февраля. Вода бежала по обоям, мебель, а ковер впитывал всю влагу. Пострадала также обувь и одежда. 4 числа утром я отнесла заявление в управляющую компанию. Все как положено, сходящим номером. Мне приняли его. То есть я стала ожидать комиссию, которая придется оставить такт протечки. Явились они только вчера. Опять же, не просто так, а потому что мы их уже там шевелили и трясли очень сильно. То есть в том числе утром вчера ездили в управление энергетики и ЖКХ. То есть в том числе по этому вопросу. О комиссии из управляющей компании Елена отзывается негативно. О запахе, который появился в комнате из-за застоявшейся воды. Эксперт сказал, что он принадлежит домашним животным. А залитий выразился простым. Два маленьких пятна. Пострадавшую мебель обувь попросил в акт не включать. Говорит, не возместят за это убытки. Сам акт мужчина составлять не стал и просто удалился. Елена решила пойти другим путем. Я собираюсь сейчас вызывать независимого эксперта, чтобы оценить, потому что убытки достаточно большие. Плюс еще то, что осложняется все тем, что это жилая квартира, естественно. Невозможно просто взять и частично побелить или кусочек вырезать на полу и заменить. То есть это будет большая масштабная работа. Путь этот правильный, уверяют юристы. Акт – это первый шаг к возмещению ущерба. Необходимо составить акт о залитии помещения. Акт о залитии помещения составляет управляющая компания. Если же ваша управляющая компания увиливает и отказывается составлять данный акт, в данном случае необходимо привлечь другую управляющую компанию или ДСЖ. В данном акте необходимо указать причину залития, а также причиненный вред указать, если какая-то мебель пострадала, а также площадь залитого помещения. Если причина залития неизвестна, то следует произвести экспертизу. После – оценка причиненного вреда и стоимости возмещения устранения недостатков. Необходимо написать претензию на управляющую компанию или иного виновника. Если они отказываются, то тогда следует обратиться в суд. Спор идет как защита прав потребителей. Госпошлина не оплачивается, а расходы ложатся на плечи виновника. Юристы также призывают обратиться в жилищную инспекцию с жалобой на управляющую компанию. Проблема залития, к сожалению, сейчас актуальна как никогда. Из-за отипели весь растаявший снег попадает в квартиры верхних этажей. Причина почти одна и та же – недобросовестный ремонт крыши. Поэтому не стоит сидеть сложа руки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вместе с наледью на этой неделе упал и балкон старого двухэтажного дома. Обрушение произошло в ночь на 5 февраля. К счастью, никто не пострадал. Вот только в самом доме, кроме балкона, проблем хватает. Не покурить, выйти, не белье развесить. У жителей дома номер 8 по улице Колхозной закрыт один ход. Зато появился новый выход. Со второго этажа на улицу тоже можно выйти. Правда, выход этот будет немного травмоопасным. Балкон рухнул ночью. На него обрушилась наледь с крыши. Осколки льда, кирпичей и досок лежат мертвым грузом на закрытой территории. Люди не пострадали. Да и не выходят они уже на этот балкон около года. Благодаря заботе ЖО номер 1. Они подписали специальный документ с людьми. Был какой-то документ. Там, в общем, даже крест нарисовали. Вообще забили его, чтобы туда они не выходили. Там же никто не упал. А об остальном ЖО позаботиться не смогло, говорят местные жители. Рядом с упавшим от наледи балконом есть упавшее и погнувшее забор дерево. А в самом доме несколько лет назад рухнул потолок. Кажется, здесь вообще ничего не держится. В 2017 году на кухне в одном крыле упал потолок. Его заделали и подперли досками. Сколько раз обращались, никаких двигов не было. А вроде как вот обрушилось, немножко подбили нам. И самое главное, что спросили, трупы есть? Вот были бы трупы, может, нас быстрее бы отсюда вывели, а трупов нет. Значит, можно жить и дальше. А как жить? Все рушится, все валится. Вон у соседки в комнате обрушилось. Там тоже потолок рухнулся. В общем, не знаю. А в каждой квартире на втором этаже протекает крыша. В каждой. Все отбалит, вся чернота, на тот угол затекает. Там розетка, может в любой момент запахнуть. Поврежденная мебель, обои и потолок. Проблемы, схожие в каждой комнате. Что еще хуже, сам дом на ладан дышит. Вон, все углы сетал. Есть во всем этом и светлая полоса, но в груди образовавшейся пыли от падения балкона, потолка, протекающей крыши. Свет этот заметить сложно. Дом признан аварийным, и жители планируют расселить. Он вообще аварийный, его должны расселить. Вроде бы, как говорили, что в этом году, в 19-м. А то, что там разваливаются, вы что, как будто этот один такой дом в Рязани, таких домов миллион в Рязани. И все они разваливаются, и их всех не расселяют. Обещались даже в 2019-м. Правда, год только начался, и когда жильцов ждет долгожданное расселение, неизвестно. Но здесь не то, что они, почтальоны, ходить боятся. Страшно, очень страшно ходить. Даже у них в подъезде лестницы такие страшные. Туда вот мы пенсию носим. Очень страшно ходить. Вообще невыносимо. Я не знаю, как еще можно смотреть вот на это безобразие. Это очень тяжело. Внутри обломанные кирпичи и рухнувший потолок. Снаружи сломанный фасад, рухнувший балкон и его пока что живые собратья. Правда, сам остов у них испещрен трещинами, а над ними нависают глыбы льда, которые при падении могут унести с собой не только балкон, но и человеческую жизнь. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Осужденные помогают чистить город от снега. Делают они это бесплатно и приходят в свободное от основной работы время. Работают на центральных улицах, в парках, один из участков – площадь Маргелова. Затем, чтобы работы выполнялись на совесть, следят инспекторы и представители дирекции благоустройства города. Утро у восьми рязанцев, прикрепленных к уголовно-исполнительной инспекции по железнодорожному району, началось на свежем воздухе. К обязательным работам, как правило, суд приговаривает за преступление небольшой или средней тяжести. В последнее время все больше осужденных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Показывать лицо стыдно, поэтому интервью только спиной к камере. Пришли сегодня от работы часы. Погода хорошая. Вот хотим привезти парк Василия Маргелова в порядок. Наводим частоту, помогаем уборочной технике. Обязательные работы являются одним из самых мягких видов наказания в уголовном кодексе. Максимальный срок наказания составляет 480 часов. Отбывать наказание можно каждый день, но только 4 часа. Прогул чреват серьезными последствиями. Дирекция благоустройства города сообщает нам либо по телефону, либо посылает табель, учет отработанного времени, где в графе отработанного времени стоит ноль. Осужденный не может отказаться от этой работы и за 2 прогулы или более. Инспекция направляет суд о замене обязательных работ более строгим видом наказания. Как правило, это лишение свободы. Зимой обязательные работы, очистка снега. Летом и весной осужденные обрезают деревья и убирают мусор. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Чистили крышу, зацепили украшения. На улице Почтовой рухнула светящаяся надпись «Рязань». На нее сверху упал кусок льда. Ледяная глыба, в несколько раз больше этой, смогла уронить Рязань на землю. Конечно же, речь идет о надписи, которая украшала площадь Почтовую. Очевидцы сообщают, что собственник здания решил очистить крышу от сосулек. Благо, и погода позволяла. Отломившийся кусок избил надпись «Рязань». Неизвестно, повреждены ли все шесть букв. К работам оперативно приступила дирекция по благоустройству города. Элементы сейчас сняты, будут ремонтированы, в ближайшее время будут восстановлены и повешены. Повреждения несерьезные будут восстановлены своими силами. По окончанию восстановительных работ, 7 февраля, гирлянду вернули на свое законное место. Из-за потепления местами по Рязани стали падать ледяные глыбы. Так, одна приземлилась на лобовое стекло припаркованного автомобиля, что примечательно стояло на платной парковке. Сход наледи с крыши можно заметить практически в каждом районе. Службы города еще раз напоминают, что следует осторожнее передвигаться вдоль зданий. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Белоклуб с 30-летней историей ГИД-88 остался без помещения. Оборудование и велосипеды хранятся частично на улице. Основатель Юлий Ирин вынужден был распустить часть воспитанников, потому что дома готовить спортсменов фактически невозможно. Во дворе растут абрикосы и орешник, но садом его назвать нельзя. Прямо под снегом стоят столы и велосипеды. Несколько лет назад велоклуб ГИД-88 оказался без помещения. И его основатель Юрий Ирин перевез все домой. Наши ребята даже на этих велосипедах попадали в призы. Вот именно этот велосипед Мерид. Легкий, алюминиевый, в заключении хорошо работает. Просто сейчас велосипедисты могут меня покритиковать, что они в таком снегу. Но если у меня их 70 велосипедов, мне некуда девать их. Сесть за руль даже зимой не проблема. Юрий Ирин подготовил более 4000 спортсменов. К нему заниматься приходили все дети, живущие по соседству. Пришли к Юрию Григорьевичу, и он нам предложил сниматься. Мы с братом не отказались. Очень часто были призерами на фигурном. Практически всегда в Рязани первые места брали. Именно по трекам, катанию. Брат больших успехов добился. Я особо не добился успехов. Ну, так и с Юрием Григорьевичем всегда ездили в велопробеги. В Касимов ездили. Очень дало большой плюс, конечно, в жизни. И всю жизнь занимался спортом. Павел с братом и сейчас катаются на велосипедах. Самый популярный маршрут в Солочио. А вот его педагогу пришлось сократить число учеников. Потому что заниматься негде. Помещения, которые выделили клубу, нуждаются в ремонте и оборудовании. На это нужны средства, которых у пенсионера попросту нет. Плачевное состояние. Пока смету разработали сейчас. А сметили. Поэтому сейчас живем надеждами. Что весна скоро. Ну и 18 апреля стартуем беломарш опять посвященному. По Ростовской области едем. А в 2020 году едем 75 лет под беды. 22 июня в 4 утра с Брестом будем стартовать. Юрий Ильин обращался к вице-губернатору и благотворителям, чтобы они помогли найти необходимые для ремонта средства. А пока кубки, фотографии, запчасти находятся у него дома, который сейчас больше похож на склад, чем на место, где можно жить. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Праздник музыки и импровизации. Зимние дни Рязанского джаза открыли новый этап во развитии этого направления. Фестиваль проходит на трех площадках. МКЦ, библиотека Горького и фотодом. При этом показать свое мастерство могут как вокально-инструментальные коллективы, так и танцевальные. Возможно ли открыть новые горизонты в творчестве поэта, стихи которого переведены более чем на 250 языков мира? Актуальность лирики которого не угасает до сих пор. Музыканты группы «Филинс» доказали. Возможно, проект «Есенин джаз» уже завоевал своего зрителя во всем мире. Образность стихов поэта подхватили музыканты и пронесли в каждом звуке свои программы. Это прочтение творчества «Есенина» по-новому. «Есенин джаз» превращается в периодический проект. То есть смысл его в чем? Мы хотим русское мелодическое наследие, то есть именно мелодии знаменитых песен на стихи Есенина, каких «Клюн ты мой опавший», «Одворила роща золотая». Сделать так, чтобы эти мелодии стали популярными в среде мировых исполнителей джаза, западных, европейских. На концерт группы «Филинс» приехали и московские гости. Гитарист Максим Шибин и народный артист России Алексей Кузнецов. По словам Геннадия Филина, сейчас идет подъем энергии джаза в Рязани. Уникальный жанр способен объединять поколения, людей и даже страны, уверен музыкант. Об этом же говорит полный зал. Каждый зритель словно дышит в такт с музыкантами. Они единое целое, воплощенное в творческой импровизации. Джаз захватывает ритмом, выразительными мелодиями. Нравится тем, что в нем есть импровизация, то есть это музыка живая. Нравится. Просто нравится. Чем чаще я его слушаю, больше он нравится. Елена Анитова – постоянный посетитель таких концертов. Этот ждала с нетерпением. Я увидела афишу еще давно и хотела сходить, посмотреть. Филин слушаю не первый раз, поэтому интересно, что они на этот раз сделают. Я была на их концерте с Борисом Сальвальдейли несколько лет назад, поэтому мне нравится творчество такое. Это первый фестиваль рязанского джаза, но далеко не последний, уверяют в управлении культуры администрации города. За несколько дней симбиоз разных видов искусства и джаза стал настолько естественным, что зрители уже ждут продолжения. Многим запомнился музыкально-художественный проект «Дети рисуют джаз» и концерты рязанских коллективов. Завершится фестиваль 10 февраля, в день рождения рязанского джаза. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Огромные динозавры в Рязани. В ТРЦ «Премьер» работает уникальная интерактивная выставка, где все желающие могут окунуться в мир юрского периода. Там побывала Мария Рудая. У рязанцев появилась возможность окунуться в мир юрского периода. Огромные динозавры встречают детей и взрослых в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Дилофазавр, алазавр, пачефонозавр, димитродон, тиранозавр. Всего более 20 видов хищных и травоядных, вымерших миллионы лет назад до нашей эры, можно увидеть на интерактивной выставке динозавров. Роману Громову всего три года, но он уже знает о каждом экспонате. Я прочитал энциклопедию, я всех знаю. Так, расскажи, вот это кто? Это анкилозавр. А что, он такой большой, страшный? Это хищник или кто? Расскажи. Он туалетный, это хищник, он в тирадакте. Огромные экспонаты, которые в реальности достигали веса 11 тонн, сделаны по новейшим технологиям. Можно даже увидеть, как некоторые динозавры дышат. Неподдельные эмоции. Дети, забыв обо всем на свете, изучают неведомых существ. На лице любопытных первооткрывателей. Улыбки. Мне понравилось лицо. Понравился дракон с порошками. Я знаю, что динозавры страшно протороживаться. Очень-очень много знаю. Что-то я зашла, прям охнула. И что-то мне не стало страшно. Стало здорово, да? Да. Даже очень. Впечатлила выставка динозавров не только детей. Родители с не меньшим восторгом знакомились с экспонатами. Хорошо, интересно очень. Реалистичные такие динозавры. Помимо всего прочего, здесь можно пообщаться с настоящим роботом. Увидеть жизнь динозавров через очки виртуальной реальности. Порисовать 3D-ручкой и песком, а также вылепить из песка разные фигуры. Покататься на роботе Мека и сделать фотографии у 3D-обоев. Выставка будет работать в Рязани до 24 февраля. Вас ждут ежедневно в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.тв в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok